Рассмотрим петлю давления-объема и покажем, как постнагрузка на нее влияет. Нарисую примерный график. Давление обозначу здесь. И опять начну с двух линий. Первая линия, о которой вы никогда не должны забывать, это линия зависимости конечносистолического давления и объема. А здесь я проведу линию зависимости конечнодиастолического давления и объема. Именно эти две первые линии больше всего помогут нам изобразить петлю давления-объема. Но есть и еще одна. Это линия ЕА, артериальная эластичность. Есть хорошая, очень-очень полезная формула. Формула деления конечного систолического давления на ударный объем. Напомню, любая эластичность — это, в сущности, давление, разделенное на объем. Вот эта красная точка обозначает давление в конце систолы. А красная точка вот здесь, где линия эластичности пересекает ось Х, означает объем. Это очень полезно, потому что можно быстро выяснить величину ударного объема. Вот здесь обозначим ударный объем. График почти готов. И вот теперь я могу нарисовать петлю давления-объема. Так, давайте потихоньку начнем. У нас может возникнуть соблазн сделать пересечение здесь, в точке, где проходит пурпурная линия. Но помните, что нужно продвинуться немного дальше, потому что это не та точка, где будет объем. Он будет немного дальше. Поэтому я немного продолжу эту линию. Первую линию я провел, чтобы показать вам возможную ошибку. Но она пересекается не здесь. Затем следует сокращение и выброс крови в аорту. Это петля давления-объема. Вот как она выглядит. На ее вершине находится выброс. Как я уже говорил, во время выброса кровь выталкивается из левого желудочка в аорту. Я обведу эту часть графика. Это выброс. Именно здесь происходит нечто важное. Речь идет о постнагрузке. Мы уже знаем, что это такое. Согласно этой части петли давления-объема, это возвращает нас к Лапласу. В сущности, постнагрузка — это напряжение стенки во время выброса. Напряжение стенки в течение всей фазы выброса. На самом деле мы это упростили, точнее выписали в соответствии с законом Лапласа, то есть давление умножить на радиус левого желудочка во время выброса и разделить на двукратную толщину стенки во время выброса. Такова формула постнагрузки. Нужно помнить, что сама она происходит в течение всего выброса, течение всего отрезка, который я отметил. Но для упрощения, чтобы не сидеть и не вычислять все эти точки, мы зачастую просто смотрим на это значение давления в конце систолы. Потому что это, несомненно, одна из точек во время выброса. Более того, это заключительная точка выброса. Поэтому это значение часто используется для расчетов постнагрузки. Напомню, что давление и постнагрузка тесно связаны друг с другом. Об этом свидетельствует и формула. Итак, конечно-систолическое давление — важный показатель. Попробуем ответить на такой вопрос. Что произойдет, если увеличить давление в конце систолы? Посмотрим. На графике это будет выглядеть примерно так. Значение увеличилось. Вот новое значение давления в конце систолы. Поставлю… …пштрих. Изменилось давление в конце систолы. Посмотрим, что еще изменится. Нас интересует именно это. Первое, на что обращаем внимание, эта линия опускается вниз. Давление повысилось, ударный объем уменьшился. Ударный объем сердца немного сократится, станет меньше. Помните нашу формулу? Сейчас еще раз ее напишу, только освобожу немного места. А может, оставлю как было? Вот так вы все увидите. Формулу напишу здесь. Она гласит, что артериальная эластичность равна давлению в конце систолы, разделенному на ударный объем сердца. А все это равно частоте сердечных сокращений, умноженной на сопротивление. В нашем случае увеличивается это число и уменьшается это. Собственно, все, что я сделал, это изменил наклон. Значит, эластичность изменится. Теперь единственный способ завершить это — либо увеличить частоту сердечных сокращений, либо увеличить сопротивление. У меня уже есть интересная информация о том, как это могло произойти. Можно узнать, увеличилась ли частота сокращения сердца у этого человека, сузились ли его кровеносные сосуды. Потому что одна из этих двух вещей точно должна была произойти, чтобы вызвать изображенное на графике повышение постнагрузки. В любом случае, если все это нарисовать, получится примерно то же самое. Если это новое значение конечного систолического давления, все равно нужно провести эту линию так, чтобы точка ее пересечения с осью объема была той же самой. Можно продолжить ее в другую сторону. Вот таким образом. Вот что произойдет дальше. Один из фактов, который я хочу подчеркнуть — разница между ЕА и постнагрузкой. Рассмотрим эту разницу. Говоря о постнагрузке, не забывайте, что она происходит на протяжении всего этого участка кривой, которая будет выглядеть примерно так. Вот эта часть — это постнагрузка. Мы прибегли к упрощению. Упростили постнагрузку до значения давления в конце систолы. Но на самом деле постнагрузка — это больше, чем одна эта точка. Мы просто используем ее как показатель того, как ведет себя постнагрузка во всех остальных точках. Хорошо видно, что постнагрузка повысилась в каждой точке, включая точку, конечно, систолического давления. А новая кривая, если бы мне понадобилось ее нарисовать, выглядела бы вот так. Нарисую ее голубым цветом и сделаю сплошной. Новая линия будет выглядеть так. Подойдет сюда и пройдет здесь. Вот так. Итак, петля давления объема все же меняется. Если представить постнагрузку как конечное систолическое давление, если именно его мы используем в качестве показателя, возьму его в кавычки, чтобы вы не считали его на самом деле постнагрузкой, так как определение постнагрузки гораздо шире, тогда оно будет частью ЕА. Это конечное систолическое давление. Но оно также включает ударный объем. Итак, артериальная эластичность — это давление, разделенное на объем, а постнагрузка — это просто давление. Важно помнить, что на конечное систолическое давление влияют многие факторы, включая такие, как сократимость и преднагрузку. На него воздействуют многие факторы. Но факторы, влияющие на ЕА, не настолько многочисленны. Напомню, если ЕА изменяется, факторы, воздействующие на изменения ЕА, это частота сердечных сокращений и сопротивления. Поэтому, если хотите в этом разобраться, просто не забывайте эту замечательную основную формулу. Она всегда приведет вас к верному ответу. Если вы рассматриваете постнагрузку, вы учитываете все, что может влиять на постнагрузку, включая преднагрузку и сократимость. Все эти факторы могут влиять на график постнагрузки, так как они изменяют ударный объем сердца. Когда мы говорим об эластичности, единственными факторами, изменяющими ее, являются частота сердечных сокращений и сопротивления. Все это ясно из формулы. Но многие путают термин «артериальная эластичность» с термином «постнагрузка», думают, что это одно и то же. Они тесно взаимосвязаны, но это не одно и то же. Итак, в нашем случае мы увеличили артериальную эластичность либо с помощью увеличения частоты сердечных сокращений, либо посредством увеличения сопротивления. Но можно было бы также уменьшить частоту сердечных сокращений и сопротивления, и мы бы обнаружили уменьшение артериальной эластичности.